Приветствую, уважаемые водномоторники и же с ними сочувствующие. Итак, друг мой Александр, все вы его знаете, кто смотрит мой видеоблог. Это создатель и единоличный хозяин хаусбота, собственный плавдачи. О ней много роликов у меня было на канале. Ну, каюсь, к сожалению, что в последнее время нет времени до него доехать и что-то отснять новое, потому что Александр постоянно его усовершенствует. Вот, ну, да ладно, не об этом речь. Значит, Саша надоело ходить медленным ходом, так сказать, он по осени приобрел старую-старую лодку. Саша, расскажи. Как старая лодка? Ну, не старая. Не старая? Ну, какого она года? 91-го года. 91-го года, ну, в принципе, да, молодая. Как название лодки? Канадиан 560. Канадиан 560, соответственно, производитель... Канадиан, ну, как... Финляндия, Финляндия. Финская лодка, вот, значит. И, соответственно, чтобы привести ее в порядок, ну, лодка 560, 5 метров 60 сантиметров, соответственно, с полурубкой. И оснащена уже была мотором Меркури 100. Ну, она была в таком не особо потребном виде. А Александр у нас любит, чтобы все было четко, без сучка, без задоринки. И он обратился... Все идеально. Да. И он обратился... В Evolution Motors. Вот, ну и посмотрим, что Evolution Motors нам сделал. Саша, объясняй, рассказывай. Слушай, ты показывал, да, уже покрасили. Ну, я показывал в шорте, это, да, его особо никто не смотрит. Ну, у нас была задача восстановить покрытие корпуса. Потому что была паутина небольшая. Ну, то есть, он с первого года никто с ним ничего не делал. Да, в начнем вид, да. Ну, и сделал с первого года никто не делал, наверное, да, как вот он в родном аутентичном составе подмазывали, подкрасивали, подкрасивали. Ну, в первую очередь был полностью покрашен, значит, зашпаклеван где надо, где надо, починен, да, гельковатом, все как положено, корпус. Из каюты убрали обои. Обои были. Ну, обои, да, такие. Давайте посмотрим, сейчас потом в каюту переместимся. Вот, друзья, как сделал, значит, соответственно, было нанесено антифоллинговое покрытие, вот, черное, вот, ну, катер такой в бело-черных тонах, он внутри, черным карпетом стал обшитым. Вот, а вы сейчас, пока что, полюбуйтесь, как сделано, значит, внешняя сторона вопроса, покрашено все. Так, тиковое покрытие, да, тоже. Не, не будет места быть, да. Смотрите, вот, и тиковое покрытие Александр попросил, тоже сделали. Смотрите, как уровень качества, как работа проходит. Был сшит новый тент, новые дуги, вот, ну... Давай откроем, это быстро. Быстро? Да, ну, если быстро, то откроем. Открываем? Давай. Самому интересно, да? Конечно. Так, пока Саша сражается с тентом, в кавычках, давайте с этой стороны посмотрим лодку. Друзья, вот это, это, не подумайте, что это какой-то колхоз, это так было задумано производителем, это крюки, зацепы для кранцев. Вот, понимаете, да, в принципе, их особо некуда, рейлингов никаких нет. Вот, ну, за верхний рейлинг не будешь же кранец привязывать, правильно? Поэтому вот финны молодцы, ну, финны в любом случае молодцы. Вот, сделали раз, два, три, четыре крепления для кранцев. Ну, Александр планирует на этой лодке проводить время с женой и с дочерью, поэтому я считаю, что для трех человек эта лодка просто идеальна. Так, разворачиваем, разворачиваем. Разворачиваем. Помощь нужна? Справишься? Ну, я вправду. Справишься. Потренируешься заодно. Да тут все просто. Цепляется, цепляется. Ну, слушай, класс. Класс. Если, если силен слишком, то отпусти передний зацеп. Нормально? Ну, остальные сумки, я думаю, не будем цеплять. Да, 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 не, не надо. Главное показать концепцию. Ну, друзья, смотрите. В рост, да, Саш? Ты у нас сколько? Метра восемьдесят. Ну, понятное дело, да, натяжки. И получается, а назад у тебя как она получается? А, вот сюда идет. Вот, до сюда. Сюда, задняя часть прозрачная все, да? Раковинки, москитные. Ну, красота. Друзья, ну что, снаружи насладились? Вопросы есть, пишите, звоните. Теперь переносимся в каюту. Да, я здесь. Я здесь. Так, Саш, показывай. Ну что, внутри тоже все было непотребное? Ну, удобно, да. Не, я говорю, было тоже, они красили, да? Да, они здесь ничего не делали, здесь нормально все было. А, здесь внутри ничего не делали. У нас внешний вид, да, то есть, паутинку тоже все убрать. А так здесь что, все, в принципе, хорошо. Так, давай покажем самое главное. Вот то, что мне больше понравилось, это консоль, конечно. Консоль, давай. Друзья, вот, консоль управления полностью сделана мастерами Evolution Motors. Краснодеревщиками. Краснодеревщиками, да, да. Шторвал. Ну, что вы можете сказать? Да красота. Как ты, Саш, воспринимаешь? Ну, здесь, видите, стилизовано было, потому что деревянные вот здесь дверцы, деревянные другие, много вставок. Поэтому мы решили стилизовать тоже под дерево, никакого, как говорится, пластика. Так, магнитола, трим, вольтаж, ну, в общем, все как положено. Так, что внутри делали, Саш? Обили карпетом, все, да? Да, убрали, все, но потолок некрасивый, который был. Я представляю, что есть. Знаешь, как раньше прихожих такие, клеили мягкие. А. Ну, куда это? Это совсем другое дело. Это отсюда все-таки. Так. Ребят, пока Саша обустраивает салон, значит, покажу, какие еще фишки были сделаны. Ну, вот, этот сигнальный лудок, где у него тут? Да, масса выключила. А, масса выключила? Да, вроде. Ладно, сейчас включим массу. Про сигналим. Значит, сигнал. Соответственно, видите, вот здесь вот такая серенькая подушечка, да? Очень удобно, если вы, не дай бог, стукнулись лбом. Не сильно. Ты думаешь, это для этого? Конечно. А, для чего-то? То есть, все-таки подушка безопасности, да? Я думаю, подушка безопасности, да? Отлично. Однозначно, вернее. Так, потом были сделаны, значит, вот такие вот мягкие накладки. Смотрите, тоже серый цвет. И они, опа, продолжаются до самого заднего борта. Очень тоже удобно, когда сидеть здесь. Вот так. Вот и здесь не закладываем, мы еще покажем здесь. Да, конечно. Аккумулятор новый, там все оборудование электро. Вот такой вот столик здесь. Ну, это конструктив столик был здесь, да, получается, Саша? Да, да, да. Там бензобак. Там бензобак. Откроем, потом покажем. Так, Саша, а как она туда упирается? Здесь, видимо, какая-то недоработка. Да, ну, без недоработок не бывает. Сейчас мы это посмотрим. Друзья, ну, вот иногда бывает такое, смотрите, все сделано хорошо. Ну, не учли то, что здесь подушка должна быть с вырезом под трубу для бензобака. Ну, она, короче, должна быть просто, Саша. Просто тупо ее надо обрезать на 20 сантиметров. Там-то она не нужна, подушка, правильно? Вот, вот, вот эта накладка, вот эта вот, как не нужна, а это спать будешь. Я как туда, ты куда, ноги туда будешь ссывать, есть там бензобак, горловина. Нет, здесь. Сюда будет человек спать метр пятьдесят, который ростом, метр шестьдесят. Вот, вот здесь все четко, вот смотрите, ребята. Там ничего не мешает, а здесь горловина бензобака. Так, ну, заодно посмотрим сразу, помпа здесь, вот здесь, как такового трюма нет, да, получается, Саша? Его не вскрываешь? Нет, 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 вот. Получается, вот покрытие, вот смотрим, все, ничего, открывающихся частей нет. Вот тут динамик, Саша поставил, новый с магнитолой. Так, давайте, пока Саша горюет над тем, что надо подушку будет менять, посмотрим. Слушай, ну, что-то надо делать? Надо делать, подушки надо переделывать. Такой здесь рундучок, здесь такой, очень все цивильненько, ребят. Вот, лодка старая, ну, такая хорошая, такая она, знаете, душевная такая, домашняя такая. Вот так здесь душевно, по-домашнему. Вот здесь даже, а, слушай, раковина здесь есть, а я даже не знал, что раковина-то есть, ребят. Ого-го, а это, получается, привод помпы, да? Да, это работает. Работает. Я слышу, а где она? Здесь, под сидением? Я посмотрю. Где она? А, вот, ну, она, канистры нет. Ребят, вот эта помпа, которая только что срабатывала, да? Сейчас я вам покажу ее. Чтобы подушка только не упала на меня. Будет сюда, любую бочку сюда, да, бутылку с водой. Отличные, рундуки. Саш, не переживайте, сделаешь подушку. Здесь тоже все шикарно. Так, а здесь у нас что впереди? Рундучок. Тоже рундучок. О, ничего себе, сабвуфер этот. Вот эти вот люди, которые вот на воде, бум-бум-бум. Вот не люблю я. Мы с этими людьми будем бороться, да, друзья? Или вы тоже любите громкую музыку? Нет, это качественная музыка. Качественная, да. Не надо громкая, да, качественная. Саш, ну покажи, как здесь сидеть. Сидеть здесь удобно. Отлично. Вот смотрите, как вот у финнов грамотно сделано. Вроде и полурубка, но она, смотри, Саш, взгляду не мешает. За борт, если заглянуть хочешь, да? Вот смотри, заглядывай. Ты скоро сидешь, уже дождь как бы. Не, ну и за борт можно заглянуть. Вот сюда, хопа. Вот так вот, голову. И все, ты видишь за бортом, при швартовке. Вот эта вот часть конструкции, она расположена как надо. А не бьет в висок вправо, как на наших лодках, на некоторых сделано. То есть они продумали, да, все? Да ну финны, да. Немножко подумали, прежде чем делать. Так, а вот здесь вот не хотел ты крышечку рундучка сделать, да? Так оставь. Надо сделать, надо сделать. Это сейчас. Ну да. Потихонечку. Так, ребят, давайте пока суть до дела. Покажу я вам работы Evolution Motors. Они сделали здесь место под аккумуля... О, вот он, гудок. Вот. Установлены два аккумулятора. Вот эта проводка сделана. Ну, вся электрика вообще... Здесь вся поменена, да, Саша? Все меняли. Вся электрика полностью поменена. Ну, понимаете... Ну, здесь все как бы штатное, Саша. Ничего лишнего. Ничего лишнего? Не, ну я имею в виду все провода, а все как бы все новое. Да, потому что было все старое, понятное дело. Отличная батарея, ребят, ну просто суперская. Такие выключатели. Один, второй. Моща. Моща. Вот. Музон пошел. Ну-ка врубье на полную. Вот помпа. Ага, принудительно. А где сигнал? Сигнал, ну как сигнал? Сигурник, видишь? Ага, давай посмотрим. Ага, работает. Все. Так, вот здесь работает? Работает. Чего еще? Сигнал-то где? Самый правый? А, отдельная кнопка. Это хорошо. Удобно, да? Очень даже удобно. Так, опять же, пройдемся по вот этим рундукам. Оба-на! Огромный рундучевский. Да, слушайте, как же маленькая лодка. Ну сколько полезной, полезной нагрузки. Дай-ка. А-а-а. Не, 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 так не получится. Так, а здесь у нас, вот он, бензобак. Ну, Саша вот жаловалась, что бензобак маленький. На 50 литров, ты говоришь? Да не, нормально. Как раз развесовка. Да, ну слушай, ну учитываешь. Да, здесь пару канистров просто влезет шикарно. Сколько он, слушай, сейчас? Этот Меркури, этот Меркури, слушай, ну, наверное, если ты не будешь выжимать 5000 оборотов, наверное, на 4000 он будет жрать где-нибудь 15, что, наверное. Он 1,7 литра объем. Ну, Меркури, да, ребят, как вы? Кто Меркури пользует, юзает, как принято сейчас говорить? Сколько сотка будет жрать с такой лодкой? Ну, 15 литров в час надо рассчитывать. И будет скорость примерно на 50 км в час у тебя на такой. 55. Вот, считай, 15 литров, 55 км в час. Бак 50 литров. На 3 часа работы минимум. Это 150 км в ходу. Мало. 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 Ну, еще 60 литров надо с собой. И получится тогда 400 км в ходу. Да, правильно я посчитал, друзья? Ну, 400 км в ходу это хорошо. Это прям такой дневной хороший пробег. Александр, просто я вам открою секрет, он собрался в кругосветку в этом году. Вот. Не знаю, составлю ли я ему компанию на своей лодке. Потому что кругосветка это, ой, ну, московская кругосветка, кто понимает, о чем мы говорим. Это дело такое. Затратное. И по времени, и по ресурсам. По времени, да? По времени, да. Ну, сколько? Ну, две недели надо закладывать минимум. Ну, так, чтобы не голопом по Европам, да, как говорится. А что можно, да, хотя бы. Ну, грубо говоря, неделя к ходу. Из этих двух недель это неделя к ходу, получается. И неделя это вот стоянок, прогулок, ну, вот так вот. То есть за неделю еще не гулять можно пройти? Не, ну, на моем бай-лайнере плюс еще надо будет на две тонны топлива разориться. Это у тебя выходит километр 0,3-300 грамм стакан бензина, а у меня километр 1 литр бензина. Вот и считай, думай. Ну, зато у меня в бае можно весело жить. Друзья, что, давайте сейчас на нос я еще перейду. Покажу красивый роульс, который установил Evolution Motors на Сашину лодку. Да, лебедку будем менять. Да, лебедка оказалась нерабочей, ну, к этому производитель работы не имеет отношения. Просто, ну, она же была, эта лебедка, да, на этом? Нет, она работала. Она работала. Брон, что-то сломался. Эта история умалчивает. Ну, поломалось, время пришло, китайская лебедка. Ребят, вот такая подсветка тоже. Александр попросил, а Evolution Motors сделал. Смотрите, это будет очень здорово. Здесь ночью вся каюта, вот этими двумя лампочками. Две лампочки? А, начни, четыре лампочки. И с этой стороны. Вот, помигай, Саша. Вот, вот этот вот в каюте, ну, в пароход, ну, грубо говоря, вся каюта будет очень грамотно освещена таким ненавязчивым светом. В глаза будет не бить. У нас топовый огонь, да? Наверное. Наверное. Слушай, надо смотреть. Давай я сейчас заберусь на нос. Так, Саш, я тута. Вот, ребят, роульс установили. Очень грамотно. Ну, что-то лебедка приказала долго жить. Вот, счастливый, счастливый судовладелец. Грама, руля! Это, бибикни! На потеху. Ага, отлично. Так, давай, лампочка вроде мигнула. Так, да, есть топовый. А где красный-зеленый, желтый-зеленый? По бокам, Саш. А по бокам, где они по бокам-то? А, все, вижу. Работает, да. Ну, да. Не, просто вариантов-то масса. Они могут быть и здесь, вот, и на передней части кабины. В общем, все грамотно. Мне очень нравится. Я вот по своему опыту, ребят, скажу, не знаю, поддержите меня или нет. У меня вот лодка была Caravella 5,60. Это самый оптимальный размер для небольшой компашки. Вот, для трех, для четырех человек. Ну, даже и мы ходили с женой и трое детей. Ну, совсем маленькая еще дочь была. Вообще, мы держали постоянно на руках. Вот, отличный размер, вот, 5,60. И экономичный, и таскать уже можно. Шестиметровую лодку, ну, уже тяжелее таскать. Ну, здесь у Александра еще достался с этой лодкой американский прицеп. Мне кажется, что он весит даже больше, чем сама лодка. Да, Саш? Я говорю, прицеп больше, чем сама лодка весит. Такой мощнецкий. Ну, да, на него можно, мне кажется, твой как раз, байвань. Да? Не, байвань его раздавит. Ну, хотя, чуть-чуть провести можно, наверное. Вот, друзья, ну что, посмотрим. Собственно, вот моторчик. Ну, Меркури 100. Саша еще его не пользовал, не ходил. Ну, думаю, что все нормально с ним. Ты диагностику какую-то делал ему, Саша? Да, компрессию, эндоскоп делал. Все, смотрели, да? Свечи. Ну, Александр работает в автосервисе. И его не проведешь. Слушай, а здесь, подожди, под Вебаста уже есть выхлоп, что ли? Ну, выход есть, да. То есть, если ты будешь стоять, то чуть-чуть. Ну, здесь она не будет стоять у тебя. А? У тебя здесь, ты так далеко не протянешь. Над аккумуляторами Вебаста выхлоп не протянешь. Надо будет переделывать. Ну, мне кажется, что если у тебя вот здесь вот аккумуляторы по этому борту, где она там будет стоять-то? А выхлоп такой длинный тоже, ну, стремновато. Просто, понимаешь, Вебаста, она горячая. И рядом аккумуляторы будут. Это немножко... Там не будет ее точно отдельно? Так, вот что я особо не люблю. И всегда за это дело ругаю производителя. Это фильтр-топленный сепаратор снаружи. Вот. Ну, здесь можно сказать, ладно, пусть стоит. Ну, не, а я не люблю, когда они вот снаружи стоят. Я люблю... Ну, здесь просто трюм маленький, понятное дело. Поэтому его и разместили здесь. Ну, не знаю, ну, не люблю я. Знаешь, как анекдот про человека, которому не везет и бога, да? Ну, не люблю я тебя, не люблю. Лоренс тоже покупал, да, Саша, уже ты? Нет, ну, больше. Был, да? Ну, слушай, он хороший, наверное. Ну, больше не надо для этой размерности. Якорь, чтоб не упал, Саша. Да, да, якорь надо перед транспортировкой снять, ни к чему. Ты, по-моему, гнешь уже ключ. На фиксатор резьбы посадил. Ну, может, этот куда попал? Чтоб не отвалился. О, да. Давай так. Тоже, кстати, фиксатор есть. Послабше. А здесь сколько отверстий получится? Четыре. Четыре и плюс... Их потом замазать можно будет? Да. Там точно герметики. И одно отверстие, это идет опровода с фишками. Ты имеешь в виду, чтобы снять ее, да? Ну, потому что я сюда буду делать. Ага. А, ну, если она не нужна, пролись. У меня есть проект, я покажу. Красиво получится. Хотя, в принципе... Нет, здесь мне единственное, что не нравится... Просто мотор, да? Перемотать и все. Да, получается, что когда он висит, не откроешь вот этот ящик. Что он вроде... Ящик есть... А его и не надо уже открывать, он не является уже рундуком. Чисто... Ну, чисто под якорьные дела. Чисто обслуживание. Да, это не лебедки только. А, да. Да не, нормально. Уже есть. Я силой мысли помогаю вам. Когда отдыхаете-то вообще? Духа. После работы. Что это такое? Не, не, крутится. Он еще крутится, конечно. Хорошо. 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 Вот. Якоречек хороший. 7,5 килограмм. Как называется тип этого якоря, я не знаю. Брюса. Это Брюса. По-моему, да. Брюс, по-моему, который поворачивают эти щеки. Вот, посмотрите, друзья. Вот выглядит как багажник в одномоторнике. Всякий водномоторный хлам. Это все старое. Это лесенка была, да, впереди что-то? Да, кстати, сзади. А, сзади? А, ее еще надо будет ставить, да? Ее нет, другую. Ага. Ну, вот, смотри, какую ящик. Ну-ка. Слушай, обалденный. Сверху лебедка, есть же такие. Туда она будет опускать цепь. Туда цепь, да, да, да. Нет, если цепь, то да. Единственное, что цепь, конечно, массу даст. Ну, лишнее. Сколько она? Сколько она? Ну, килограмм 15-20. Ну, смотря, какую цепь. Ну, с другой стороны, она зато и держать будет. Якорь хорошо, цепь. Два и три вполне. Вот этот чехол на вот этот тент. Очень грамотная вещь. Я помню, у меня такого не было на каравелле. Помню, вечно с ним бьешься. Он, ну, торчит во все стороны сложенные, я имею в виду. А тут, опа. Слушай, здесь вроде как и место для него такое удобное, да? Он не мешает сидеть. Все рассчитали, конечно. Да. Кроме подушек. Подушки одна-то всего. Сразу видно, что катер из прошлого века, да? Такие вещи, которые сейчас уже, сейчас с курением борются по всему миру. Аутентично. Не убирай ни в коем случае. Чего? Наоборот, ее вытащить, ее вытащить всю надо, да, ребят? Смотрите, это же прям история. Вытащить, от песка струить, покрасить. Не можно, кстати. Конечно, 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 ну до чего. Друзья, ну что, на этом мы закончим свой репортаж. У Александра, конечно, покой и сон ушел из-за того, что подушку не так сделали. Ну, бывает. Никогда вот на моей... Да, один раз отрез, да. Но вот на моей памяти не бывало такого. Не знаю, может быть, поправьте меня. Может быть, у вас были такие фирмы-производители, которые, ну вот, все делают. Вот прям с первого раза ты пришел и лодку забрал там. Или вообще все в идеале. Все равно что-то, да, надо будет переделывать. Вот на этом, на такой позитивной ноте. Саш, покажись. Помаши ребятам ручкой. Друзья, будем вас и дальше вводить в курс событий по пользованию этой лодкой. Саша, может быть, меня пригласит на тест-драйв, да, Александр? А где он будет проходить? Еще не решили, ладно. Где он будет проходить, посмотрим. Посмотрим, да. Соответственно, скоро ждите роликов по оснастке моего байлайнера. Я уже приобрел холодильник. Я уже приобрел бойлер. Что за холодильник обычный? Слушай, да, 12 вольт. Производство Китай, 65 литров с морозилкой. Все работает бесшумно. Ну, я вот когда его принимал. Ну, фирма Алькор, что ли, в холодильник. Ну, ребята давно торгуют. Говорят, вот дальнобойщики берут вот эти лари, понимаешь, да? А у меня единственное, что я встраиваем их взял. А такие вот фирмы в основном торгуют такими, понимаете. Я потом посмотрю, тоже интересно. Да, да, да. Нет, холодильник на лодке, потому что, ну, 2-3 дня, если жара, 30. Если в поход идти, допустим, ну, это должен быть холодильник. В холодильник, да. Это, возьму это за процент продукта, знаешь, как это. Сдал две пачки масла, а получил одну. Ну, друзья, все, на этой веселой ноте мы с вами прощаемся. Вот я хотел показать объем работ, который произвели сотрудники фирмы Evolution Motors с лодкой Александра. Значит, по поводу цен, я думаю, выложу примерно, приблизительно, в первом прикрепленном комментарии, я выложу примерные цены на работу. Потому что всегда возникает вопрос, а сколько стоит? Первый вопрос, то людей, а сколько стоит? Ребят, вы поймите, в любом случае, вы, если обратитесь, у вас чуть-чуть другая лодка. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, плюс-минус. Вот, но примерный размер цен я выложу, так, чтобы для ориентировки. Конечно, это, ну, в любом случае, водномоторка дело не дешевое, вы все это прекрасно знаете. Ну, я думаю, оно стоит того. Лодка просто получилась шикарно. Вот я, как ее увидел, просто влюбился в нее. Я говорю, теперь вот я хочу на ней прокатиться. Я думаю, под этим мотором она будет просто лететь, лучше не придумаешь. Все, на этом до свидания, ждите новых видео. Пока! И жила в те далекие и смутные времена на Руси. И племя, называющее себя водномоторниками. И как апрель приходил, солнышко палило, воду нагревало, льды разбивало. Брали они телеги свои, да пристегивали к ним суденышки свои утлые. И ехали к водице Волжской, к водице Окской, к водице Ладожской. И там, немалочи напившись, каталися, моторы свои заведя, и радовались каждому дню, прожитому у воде и на воде. И так было, и так есть, и так будет. Субтитры создавал DimaTorzok